ну вы знаете решил вам заснять первую и шикарную находку вот такой вот вот митинг вообще верховой вот из этой ямки наштык лопатой значит фундамент нетронутый возможно перспектива пошурфить есть всю информацию подробную я в этом видеосюжете приложил по поводу к па ушки ну а сегодня в рубрике находка с истории попался нам интересный и загадочный предмет дошедших до наших дней из древности как к па ушка что же это такое и для чего она использовалась да это пятак николаевский образец но она интересна тем что смотрите сверху имеется надпись две копейки ну и самые интересные разновиды две копейки с надписью на гурте московский монетный двор в сохраняя в f составляет 400 тысяч рублей сохраняя xf 800 тысяч рублей это у нас ранее ранее звезда откопали мы ранее вариант как а молодой страны датируемый 1918 1922 года царская раскладушка в 1800 году придворный мастер представил наполеону первый образец походной кровати император одобрил читайте внимательно что на персте написано серебро да вот я надеюсь вы видите чё до озвучивать я не буду ребята да ребят подошел к завершению вторая часть не знаю будет 3 нет завтра будет видно итак ребята доброе утро начинается новый день новое приключение костер у нас горит кофеек попили дошек закусили кое-кто у нас только просыпается естественно это костя ночь самый-самый сонный человек вот сейчас я пойду разработан новый фундамент если фундамент нормально будет давать то мы немного задержимся если же нет то поедем отсюда потому что сегодня уже под пошли третьи сутки вот все что интересное было вы увидели в первой и второй части а в 3 ну сейчас только начнем так что погнали что получится вы увидите приятного просмотра ну что ребят вот сегодня будет новый мой фундамент здесь вот разрабатываться попытался здесь камни 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 решил уйти в центр там более менее нормально выпало конина то есть сигнальчик был выпало конина думаю были печалька что конинка и для прозвонки еще выбросил один сигнал сюда думал это один и тот же нет выпало здесь конина обычно и выпало интересное интересная пуговка хорошая пуговка тем что нестандартный нестандартная орляночка сейчас вам покажу у ребята чем она хороша чем она хороша вот вся красота красивая пуговка целая из толстого металла ушку на месте день задался нормально уже пацаны пока мы сидели там кофеек пили пацаны поковырялись на фундаменте где-то около часа одна конинка и уехали на поле и больше не приедут скорее всего оттуда в обед уедут и костян саньком мы остались как бы втроем они маньяки насчет шурфов вот ну пойдет первая находка зачет пойдет да кстати если вдруг у вас попадаются на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить датировать ее то я вам рекомендую вот сюда группа быка где вам всегда помогут ссылка под этим видео в описании и так ребята что продолжаю шурфить вот смотрите вон левит монета я сразу знаю что это советская потому что как бы я увидел копал видел сохран вообще хороший двадцать шестой год почему не двадцать седьмой почему они у меня не попадают вот в принципе нормально такой бодрый круглешочек двадцать шестой год вот и хочу вас спросить вот смотрите видите вы вот на этом через камеру что нибудь какой-то силуэт смотрите это у нас не какой-нибудь свинец или олова это что-то было медное оплавилось но рисунок как вы видите наверно не знаете нет рисунок какой то есть то ли орел то ли что ну что то есть здесь видите тоже навершие круглые пишем несколько кто-то чё-то разглядел также запуточку такая вот здесь у нас написано фарбук фарбук а с этой стороны на нас написано агарн чё за хреновина не знаю внутри пустотелая здесь вот такой конец чё такое не знаю фарбук и агарн может быть я узнаю если вам лень искать я постараюсь найти копаем итак ребят вчера михалыч пытался зашурфиться здесь снимал на штык лопаты но засыпка здесь было как он сказал на штык лопатой и все выдвинул он версию что это была баня я сомневаюсь здесь он вытащил двушка и 10 копеек двадцать девятого года я решил здесь походить потому что отчетливо видно что это дом причем дом был большой здесь может быть засыпкой на штык лопаты но вот здесь вот наверно глубже здесь холмик возможно печь и первый сигнал который я зацепил верховой верховой вот она это 15 копеек 25 год вот такая монетка интересная хорошая приятная серебряная сегодня первое серебро вчера было дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео выписать заранее спасибо итак ребят смотреть какая бутылочка king нашел смотрите какую бутылку king нашел а пузырь заведения искусственных минеральных вод граха казань вообще зачет ладно шучу это санька откопал бутылочку и вот очередной сюжетик исторический его прикреплю вообще зачетная бутылочка вот что надо было искать стекло там пацаны тоже собирается уже с поле я позвоню узнаю как у них результаты что пацаны дождались сегодня царя это у нас копейка николаевская 1900 год прям бодрячок бодро нормально ребят здесь вот такой шуф разработанный его шуфят уже второй день 2 выезд косян че общее количество монет сколько здесь получилось больше сотни монет и они решили докопать конечно уже шуфят придомок участки придомовые смотрите какая сопутка здесь много вкуснятина и цветное стекло и с надписями сталкин стал бы братья сталкина москва черная керамика фарфор коричневая бутылки аптечные почти с надписями ну и такого еще зеленая промо что такое но но вот видите эту бутылку смотрите заведения искусственных минеральных вод граха ребята целая все бомба если кто не знает почему это бомба сейчас я вам прикреплю исторический факт по этой бутылке кто такой граха и что за город такой казань а бутылочка ребят действительно очень интересно из очень хорошей истории бутылка с надписью заведение искусственных минеральных бутылок ф-грахе в центре старой казани на улице большая проломная расположилась аптека возглавляемые а на улице малый проломный и поперечно воскресенской улиц а ныне улица профсоюзной и астрономической водой в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города основателем и владельцем которой был сын иностранца русский подданный калежский советник фердинанд христофорович граха имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных водок низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду так и на различные прохладительные напитки квас лимонад и сидор а в летние месяца минеральные воды в большом количестве поставляли самые отдаленные приволжские города и южные районы россии зачетно класс целая без сколов ладно присоединюсь я к ним посмотрю через будет на пасашок и так ребят хотела вам показать на пасашок монету но монета как-то не выскучила пуговка гирька у меня только и все где копал присыпал достаточно нормальный ям нету так таковых глубоких как например на соседям смотреть кто-то шок фил и ям огромная была вообще он ведь аж весь фунт как бы присыпали за собой кстати сейчас вот пойду там где-то фундамент имеется и там короче прям это кости по ходу крупный рогатый какой-то ногу сломал и помер целый выводок санек они на тебя идут я думал свиньи вообще сначала смотрю блин кто-то свиней выпустил нас да да у как раз на меня выше я сейчас не обосрался он и идет на меня главный а чё они вообще не боятся они что ребят пришло время с вами попрощаться сейчас видео обзор сделала того чего мы накопали правда показывать не особо много чего есть потому что нас осталось только трое вот пацаны сейчас обедают и снова отправиться шурфить не знаю как у них будет результаты думаю чем тебя стрелит в общем сейчас находки покажем что откопали зачетно получилось и первая вторая третья часть в итоге нормально у нас сегодня санек первый раз с нами был санчо хочешь сказать про наш коллектив вот лицо не показа потому что как бы есть люди которые неохотно афишируются вот костяныч норм норм рот забил и кушает в общем у у нас всегда весело у нас всегда интересно коллектив у нас добрый никогда никаких проблем пока не было но все сейчас находки ну а по находкам ребята у нас получилось неплохо показываю находки те которые остались комрады остались костян и санька как то так давайте отмечу только интересные находки так левая половина моя находок правая половина это санька и костяна давай по бутылкам пробежимся бутылка обычная стандартная царская бутылка не стандартная скорее всего мазь царская бутылка не стандартная микстура еще одна бутылка квадратная тоже микстура и изюминка сегодняшнего выхода сегодняшней части 3 части вот такая целая без сколов бутылка граха такая красотулька дальше красотулькам вот такие две свистульки раз это свистулька рабочая работает дальше из крупного вкусного конечно же у меня вот такой вот верховой это одна из творог но и сточили здесь вот были петлицы то есть это правая часть от большой створки очень большое количество святых ликов очень приятная находка дальше вот такая вот пряжка была ее михалыч подарил костянычу как подарил обменял на пряжку первый мировой там немецкую которая михалыч нашел только верховую часть дальше смотрите у меня вкусняха вот такая вот приятно это звезда самая первая звезда молодой советский власти молот ведь мол да и плуг дальше ребята серебро 1 колечко серебряная вот там даже пробы есть зачета я не знал пробы серебро 1 серебро 2 серебро 3 серебро 4 4 серебро 2 дальше пуговка тоже сегодня выскочила зачетная по царям по царям чё хочу отметить конечно же так неплохой бодрый и две монеты интересные тем что не копейки ничего а денежки 1850 1 и вторую вторую я как бы не разглядел 1800 какой-то тоже 50 57 что если важно советы все банально и таки раз два три 4 5 6 пятаков вот такой печальный крест он был весь горелый прям кусок горелой фигни вот я немножко его вот так вот под ушатал ничего страшно почищу и мы его спаяем вот такая интересная штучка давно и таки не подымал это копо ушка ну с другой стороны что у нас интересное конечно же вот это вот тоже вчерашняя изюмина читайте что написано сверху видите и переворачиваю здесь тоже видите да обалденный обалденный причем размер маленький может быть женский замочек братья чилинь или охарев латунный дальше советы все банально царик 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 вот на лиза немного затертая но она обычная стандартная лиза ребята и необычная нестандартная лиза вы только посмотрите в чем разница здесь наверное да наверно видите видите поверхность стране коника имеется надпись две копейки здесь надписи нет переворачиваем это у нас 1759 здесь не разглядеть то есть вот эта монета посмотрел в остянуть в каталоге не в катал я прохода на аукционах 10000 дальше аж мордочку пробежимся пуговка гирька 1 2 3 манжетная пуговка интересная интересно тем что ранее железнодорожная вот и у нас была дискуссия по поводу по поводу вот этой вот только карта я предполагаю что офицерская карта а так не знаю вот в принципе вот так вот у нас получилось на троих ребята на троих остальная команда сожалению раньше уехал я общий обзор не сделал такую штуку заметили этот шприца это за . вот так вот красиво все обзор сделал пацаны еще оказывается остаются санек закрывает сезон сегодня будет потому что он уезжает на вахту так что они сегодня опять допоздна но все ребят на этом и все всем пока до новых встреч ребят еду домой и здесь дома офигеть здесь дома там 4 дома стоят я конечно камеру с собой не взял или заснял там прям такие богатые домики я вам хочу сказать и вот на последнем доме я решил заехать посмотреть как обстоят дела вот тут холодно так ну я так понимаю здесь копали все полы сдернуты это подвал подвал дома не знаю что нашли здесь но потолок смотрите битой цемент значит этот дом не настолько древний как хотелось бы мародюр и все забрали железяки еще валяется дальше еще есть дома я конечно ходить не буду в те дома но здесь сейчас здесь наверно погреб бог шевелера и туда еще несколько домов есть опа на смотрите 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 ребята снова снова кабаны вон они кабанчики ближе не приезжаю потому что они сейчас разбегутся может быть вот они кабанчики поганчики так и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok